Но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Заровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божие, подкреплявшие их. В то время пришел к ним Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар Базнай, и товарищи их и так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сии. Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар Базнай с товарищами своими, афарсахеями, которые за рекою к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано. Дарию царю всякий мир. Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро, и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сей, и стены сии доделывать? И сверх того, об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них, и они ответили нам такими словами. Мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде сего, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий. Да и сосуды Дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир царь из храма Вавилонского, и отдали их по имени Шицба цару, которого он назначил областеначальником, и сказал ему, возьми сие сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда Шишба цар тот пришел, положил основание Дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится, и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ. Там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю осем, пусть пришлют к нам. Глава шестая Тогда царь Дарий дал повеление и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища. И найден в Икбатане, во дворце которой в области Мидии один свиток, и в нем написано так. Для памяти. В первый год царя Кира царь Кир дал повеление о Доме Божием в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в шестьдесят локтей, рядов из камней больших три и ряд из дерева один, издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды Дома Божие золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божием. Итак, Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар, ба знай с товарищами вашими, а Фарсахеями, которые за рекою, удалитесь оттуда. Не останавливайте работы при всем Доме Божием. Пусть иудейский областеначальник и иудейские старейшины строят сей Дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, что вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того Дома Божия, и именно из имущества царского, из заречной подати немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась, и сколько нужно тельцов ли или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масло, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву приятную Богу Небесному и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, да не зложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо. Тогда Фафнай, заречный областеначальник, Шефар-базнай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Ады. И построили, и окончили по воле Бога Израилева, и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы священники и левиты и прочие возвратившиеся из плена освящение сего Дома Божия с радостью. И принесли при освящении сего Дома Божия сто валов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых, и поставили священников по отделениям их, и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили возвратившиеся из плена Пасху в четырнадцатый день первого месяца, потому что очистились священники и левиты. Все они, как один, были чисты. И закололи агнцев пасхальных для всех возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков в семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok